У меня ребёнок вот так вот ходит дома, в тёплом комбинезоне, спим мы вот в зимнем мешочке на овчине, ещё одеялом укрываемся. Мать двоих детей Надежда Кудрявцева рассказывает, в квартире постоянно работает обогреватель. Отопления нет во всём доме, кроме того, нет и горячей воды. В такой ситуации целая улица. Жители всех домов вышли к нашей съёмочной группе. Естественно, нет тепла, конечно, мы все замерзаем, поэтому видите, сколько народу пришло, потому что люди уже не могут больше терпеть, так нельзя. Без отопления и местный детский сад. В нём тепло тоже стараются поддерживать с помощью обогревателей. Чтобы тепло не выдувало, в проёмы дверей укладывают поролоновые валики для занятия физкультурой. Детей укладываем спать в водолазках, в колготочках, ну и предлагаем родителям забрать их на тихий час домой. Если температура будет снижаться, мы вынуждены будем закрыть учреждение. Похожая ситуация и в соседнем селе Курба. Со слов заместителя главы сельского поселения Юрия Макаревича, тепло в дома этих жителей поставляет частная котельная. У ресурсоснабжающей организации перед её владельцами долги. Если мы, например, и район тоже видит ситуацию, когда существуют неплатежи между организациями, то решать их в нормальном законном порядке. Здесь же просто перекрывают подачу тепла. В администрации Курбского поселения нас заверили. Тепло в дома обоих сёл намерены вернуть до конца дня. Но отметили – похожие ситуации могут случиться и впредь. Павел Волков, Денис Лосев. День в событиях.